Всем привет, дорогие друзья! С вами Владимир, добро пожаловать на канал Apple Expert. Сегодня я вам хочу рассказать о том же, как же я заменил батарею, зачем это нужно делать и как смотреть за емкостью аккумулятора. С чего хочется начать? Как вы помните, у меня было 83 или 84% емкости остаток, сейчас у меня 100% я заменил батарею. Но какая история произошла? Я обратился к одному из местных специалистов, чтобы мне заменили аккумулятор. Я хотел усиленную поставить, но мне сказали, зачем ты будешь переплачивать, ты заплатишь лучше за оригинальную, новую и за работу будет стоимость той же усиленной. Но я послушался, сделали все так, как и мне сказали. Но какая ситуация произошла? Заменили мне батарею, оказалась емкость на 78%. Я рассмеялся в лицо, просто сказал, что это? Он говорит, да нет, это же новая батарея, я всегда заказываю там все у своих ребят. Тра-ля-ля-та-па-ля. И в итоге что? Он меня просит, ну разряди и заряди три раза от 0 до 100. И как бы все будет. Я ему говорю, ну что ты говоришь, уже с iOS 12 как бы сразу емкость показывает. Это не те батареи, что их нужно разгонять. Тут, ну как бы все-таки, как бы не было, я прислушался, сделал, показал, говорю, давай все-таки сделаем так, как это положено. Он отправил, через пару дней, даже через три дня пришла эта батарея, он мне заменил. И как видите, она на 100%. То есть не всегда следует доверять ребятам, которые вам там что-то делают. Может не он обманывает, обманет поставщик. И как бы всегда нужно проверять. Это обязательно, чтобы не поменяли шило на мыло, как в данной ситуации могло бы быть со мной. И как в итоге, что мы имеем? Имеем 100% емкости, то есть аккумулятор себя хорошо чувствует, телефон работает отлично быстро, никаких подтормаживаний нет. Даже те, которые были там в играх и так далее. Сейчас этого нет, сейчас все работает нормально. Поэтому советую вам, всегда контролируйте, я думаю, до 75% еще можно пользоваться. То есть если 25% износа, все, уже тогда меняйте. Как бы люди меняют, когда уже 10% износа будет, но я считаю, это не критично. Критично уже все, что ниже 80%. До 75% еще можно как-то попользоваться. Дальше меняйте, обязательно ухаживайте за телефоном, это обязательно. То есть к любой вещи так относитесь. Хочу обратить ваше внимание на причины замены АКБ. То есть аккумуляторные батареи на ваш айфон, на андроид устройство, на iOS устройство. Это не имеет значения, для всех действует одинаково. То есть первая причина это быстрый разряд аккумулятора. То есть очень быстро падают проценты. Там даже просто если на ночь поставили телефон и на утро смотрите, там упало больше 10-15% такого быть не может. Там даже при включенном Wi-Fi максимум 3-4%. То есть при 100% емкости аккумулятора. Дальше. Это отключение айфон от 50% и ниже. То есть если вы видите у вас 50%, там 40, 30, он вырубается. Это тоже звоночек на то, что ваша батарейка уже нужно отправить ее на покой и заменить ее на новое. Дальше. Ваня вашей батареи при обычном использовании. То есть устройство. Не важно. Это не обязательно вы должны играть. Просто когда повседневные там Instagram, соцсети, что-либо, YouTube вылазите где-нибудь и греется. Это уже тоже есть звоночек. Подтормаживание устройства. Если ваше устройство тормозит. Вы заметили, что раньше такого не было. И тут такая беда. Независимость это AS, не ОС при повседневном использовании. Если просто перелистываете рабочие столы и уже весь нет, значит да. Также есть еще одна пятая причина. Это вы можете увидеть выпуклость. То есть батарея. Это может быть сказаться на дисплее, либо же на крышке iPhone сзади. В зависимости от модели. Если вы это увидите, это тоже вздутие батареи. Причина замены. Она уже разрушена. То есть батарея рассчитана на 500 циклов. 500 циклов полное считается. Это от 100 до 0. То есть разряд. Как вы понимаете, считается. Если вы, допустим, зарядили сегодня. Точнее разрядили на 20% и поставили до 100. То есть аж только на следующий день, когда вы зарядите еще раз от 80 до 100. Это будет полное 100%. Это будет считаться только за один цикл. Поняли, да, принцип математики? А не просто когда вы втыкнули на любом проценте и до 100 зарядили. Нет. Это именно считается от 0 до 100. Вот так вот. Если вы все эти пункты будете соблюдать, вы сразу же заметите. И как бы вы будете знать, что нужно заменить батарею. Но сейчас благо с iOS 12. У нас есть проверка аккумулятора. Моя емкость 100% после замены. Я активно буду за этим следить, как она будет работать. В целом мне все нравится, все классно. Но всегда заряжайте ваше устройство от оригинальных кабелей. Даже если вы к пауэрбанку подключаете, всегда тыкайте оригинальный кабель. А нежелательно лучше заряжайте от блока питания. Это надежнее всего. И как бы ваша батарея будет дольше жить. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите. Отвечу на все вопросы. Никого не игнорирую. Оставляйте ваше мнение в комментариях. Для меня это очень важно. Подписывайтесь на канал. Прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропускать мои новые видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok